В этом году 394 школьника Венсплса закончили 9 класс и получили основное образование. По итогам прошедшего учебного года 11 девятиклассников завершили его с оценками превосходно и отлично. Это 9 и 10 баллов, что превышает прошлогодний показатель, когда таких учеников было 7. Наконец-то доделана работа. Мы этого очень ждали. Было сложно, но мы сделали и со всем справились. Просто фантастика. В этом учебном году экзамен для девятых классов считался сданным, если ученик набрал не менее 10% от максимальной оценки. Как и в прошлом году, наибольшее число учащихся не справились с экзаменом по математике. По всей Латвии 654 школьника получили оценку ниже 10%, что на 172 человека меньше, чем в прошлом году. В целом, средний уровень результатов экзаменов снизился на 7% как по всей Латвии, так и в Венсплсе. Будет сделана кропотливая работа, чтобы понять, что же помешало. Действительно, были сложнее эти задачи и главное, что делать. Я, конечно, думаю, что там велосипеды придумать нельзя. Это только дополнительные занятия, факультативные, чтобы действительно 9 класс, и не только 9 класс, уже перед этим была возможность больше заниматься. В Венсплсе число учеников, не преодолевших 10% порог, на централизованных экзаменах также уменьшился с 17 до 7. 5 9-ти классников получили неудовлетворительную оценку на экзамене по математике, тогда как в прошлом году таких учеников было 14. На экзамене по латышскому языку 10% барьеры не преодолели 4 учащихся. Довольна ли ты результатами экзаменов? Да, но по математике могло бы быть и лучше. По математике я получила 40%. Могло быть и лучше, но вроде нормально. Что было самое сложное? Математика. Как ты считаешь, почему такие неудовлетворительные результаты по математике по всей Латвии? Я не знаю. Сложные задания. Детям в связи со стрессом сложно собраться и логически подумать. Что самое сложное было в школе? Если говорить об экзаменах, то это однозначно математика. Доволен ли ты результатами? Да, результат довольно хороший. По математике я набрал 45%. Мой результат – пятый в классе. Все венсполские школьники, сдававшие централизованный экзамен по английскому языку, получили положительные оценки. В этом году девятиклассники Венсполса продемонстрировали высокие достижения на национальных олимпиадах. 53-й – национальной олимпиаде по английскому языку, 25-й – открытой олимпиаде по русскому, 10-й – латвийской музыкальной олимпиаде, 22-й – латвийской олимпиаде по лингвистике и латвийской открытой олимпиаде по математике. Венсполский Олимпийский центр 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 Венсполский 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 центр Венсповский музей дополнил свою программу такими вдохновляющими мероприятиями, как дегустация средневекового супа, различные мастер-классы, рисование инициалов в средневеком стиле и другие необычные события, которые оживлят исторические экспозиции. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова